Эта наука не терпит приблизительности. В ней найдется точный ответ на любой вопрос. 20 октября свой профессиональный праздник отмечают статисты всего мира. В нашей стране этот день не праздничный, несмотря на то, что структура существует уже почти четверть века. Их деятельность началась в 1994 году. Сейчас в этой сфере трудится 46 человек. Их работа – цифры. Они наблюдают, констатируют, складывают и анализируют. Благодаря таким данным мы можем взглянуть на жизнь страны и даже на самих себя со стороны. Кто он среднестатистический житель маленькой страны? И как ему живется на прожиточный минимум? Все эти вопросы мы адресовали специалистам управления, а заодно попытались узнать, что же это за работа такая, статистика. Прежде всего, статистика – источник наиболее объективной информации о базовых экономических параметрах любой страны. Результаты труда десятка специалистов самой разной области лежат в основе базовых управленческих решений, долгосрочных прогнозов, масштабных программ и проектов развития. Сбор и обработка стат информации – сегодня это высокотехнологичный труд с применением самых современных информационных технологий. Над цифрами и параметрами трудятся первоклассные специалисты, среди которых десятки экономистов самого высокого профиля. В 1994 году – это, можно сказать, официальный год рождения Абхазской статистики, Абхазской государственной статистики. Возрождение ее началось в недрах Министерства экономики Абхазии. Потом выяснилось, что необходимо ее отдельно выделить из этой структуры. Вот с 1994 года управление государственной статистикой, она была отдельной структурой под разделением Кабинета министров. В 1994 году был издан закон о статистической деятельности. Можно сказать, что принятие этого закона явилось и вехой создания Абхазской государственной статистики. Статистические данные необходимы для эффективного развития прежде всего экономики. Сколько и чего произвели, заработали и потратили – обо всем этом знают в статистике. Они не просто собирают информацию, но и переводят сухие цифры на понятный живой язык.